всем привет с вами доктор демченко и сегодня мы поговорим о очень важной проблеме в спортивной медицине особенно в беге это стресс-переломы дело в том что я не знаю что случилось в этом сезоне но у меня было более 60 случаев стресс-переломов людей которые приходили ко мне лечиться и что самое печальное что большая часть из них была поставлена мной первично хотя эти люди уже ходили к ортопедам к травматологам даже делая рентген или компьютерную томографию но лечение происходило не очень здорово причем потому что именно диагноз стресс-перелом был установлен уже мной и довольно поздно и сегодня мы поговорим о том что такое стресс-перелом как его обнаружить и что с этим делать поехали что такое стресс-перелом всех пугает в этом с название слова перелом и на самом-то деле стресс-перелом фактически не является как таковым перелом кости большому счету это отек такой синяк и нарушение внутренней структуры кости без нарушения ее внешней структуры эта патология из разряда overuse то есть избыточного использования тканей и когда очень много нагрузки до одинаковый удар нагрузки приходит на кость она перегружается и в какой-то момент внутренняя структуру кости не выдерживает и ломается как бы внутри дело в том что очень часто стресс-переломы бывают в область нижних конечностей у бегущих людей самые частые места это шейка тазобедренного сустава это большеберцовая кость может быть в районе медиального мышелка бирца без большеберцовой кости то есть это болит снизу от коленочки немного внутрь это средняя часть большеберцовой кости нижняя часть большеберцовой кости а также кости стопы наиболее частые кости стопы пяточная кость кубовидная кость и даже иногда бывают плюс невые кости как вы можете понять что вас стресс-перелом изначально это может быть достаточно острая боль с подпуханием ноги она не дает поначалу даже ходить человек прихрамывает но достаточно быстро проходит если убрать беговую нагрузку чаще всего если обратиться в этот момент к ортопеду вам поставят какое-нибудь перенапряжение связок или травму мягких тканей выпишут противовоспалительные препараты какие-нибудь гели мази примочки таблетки и попросят убрать бег соответственно где-то через два-три дня особенно на фоне приема противовоспалительных препаратов боль уже резко снимается в принципе через две недели если не бегать боль уходит полностью но основная проблема в том что при возвращении к тренировкам на вторую тренировку на на третью тренировку боль снова начинает возвращаться и уже она не такая острая на глухая глубокая боль и есть ощущение что болит прямо кость фактически так оно и есть боль возникает в кости дело в том что дальше необходимо провести правильную диагностику проблема в том что чаще всего людей направляют на рентген компьютерную томографию или узи исследования и на компьютерной томографии на рентгене и на узи практически невозможно засечь стресс перелом особенно в начальных его стадиях только очень тяжелые варианты стресс перелома действительно видно только на компьютерной томографии самый же лучший способ для выявления стресс перелома является проведение мрт и причем это видно только на мрт в таком специальном жидкостном режиме в т2 режиме это самый надежный способ для того чтобы увидеть отек внутри кости причем вы никогда не получите в заключение что у вас стресс перелом дело в том что стресс перелом маршевая травма это диагнозы из спортивной военной медицины на описание мрт вы всегда получите такие слова как фокус отека костного мозга или фокус отека переостального или фокус отека но это будет всегда отек в кости так какими-либо словами выраженной на картинке же это будет выглядеть как такая белая зона кости сейчас мы продемонстрируем палат парочку мрт на которых это будет хорошо видно и давайте рассмотрим как выглядит типичный стресс перелом на т2 режиме дело в том что в т2 режиме кость должна выглядеть вот такой вот серенькой и монотонной если вы посмотрите как раз таки большеберцовая кость вот она медиальная часть внутренняя часть мы видим такой белый просвет внутри кости фактически ты есть отек внутри кости или стресс перелом медиальной части большеберцовой кости если посмотреть на другой снимок Здесь мы увидим перелом в проксимальной трети большеберцовой кости, то есть в верхней трети. Здесь он тоже очень хорошо виден. Вот с одной стороны косточка нормальная, вся серенькая, а здесь мы видим прям фокус отека. Вот так это выглядит в Т2 режиме. Итак, в таких ситуациях мы можем заподозрить у себя стресс-перелом. Если боль не проходит или возвращается после приема противовоспалительных препаратов и всевозможных гелий и мазей, если боль глухая, ощущается прямо в кости, есть еще один хороший признак. Если есть боль, разливающаяся внутри, прямо по кости при простукивании, то есть если вы наносите удар по косточке и чувствуете, что боль только поверхностная, это хорошо, а если чувствуете, что от удара боль расходится во все стороны, это тоже плохой знак, то было бы очень хорошо сделать магнитно-разонансную томографию и посмотреть в описании. Если в описании есть слова про отек кости, тогда вам необходимо будет пройти специфическое лечение. Это очень важно, потому что если правильно не полечиться, можно выпасть из тренировочного процесса на несколько лет. Теперь поговорим о факторах, почему может возникать стресс-перелом. Тех факторов можно условно разделить на внутренние и внешние. Из внешних факторов, то есть это те, на которые должен влиять ваш тренер. Первый фактор – это прибавка объемов тренировок. И очень важно, чтобы у вас ни в коем случае прибавки не выходили за 10% прибавки объема в неделю, потому что есть уже очень четкие данные, что при прибавке более 20% вы 100% получите травму. Второй момент – это попытка улучшить время, то есть ускорение, увеличение скорости бега. Следующий фактор – это избыточные, либо неправильно проводимые скоростные тренировки, то есть тренировки с ускорениями. Также из внешних факторов – это смена техники бега, это смена типа обуви, типа поверхности. То есть все, что может влиять на ударную нагрузку, которую поглощает нога. И также у нас есть внутренние факторы, то есть те, которые уже находятся в нашем теле. В первую очередь – это структурные особенности тела, такие как варус или вальгус коленного сустава, голеностопного сустава. Что такое варус и вальгус? Это такие круглые ножки, как у ковбоя, или такие икс-образные ножки. То есть это установка, предустановка суставов. Это так называемая торсия бедренной кости, то есть когда бедренная кость как бы немного скручивается по оси, и фактически человек ставит при беге ногу внутрь не потому, что у него так, скажем, он так привыкли, так его мышцы работают, а потому что просто кость скручена внутрь. И таким людям, кстати, очень важно не попытаться править во время бега постановку стопы. То есть когда они ставят стопу ровно, фактически они, получается, ставят стопу наружу. Я думаю, об этом, о торсиях мы сделаем прям отдельный небольшой выпуск. Это тугоподвижность суставов, гиперпронация, разница длины ног и дисбаланс мышечного тонуса. То есть фактически все эти пункты, это уже касаются врача. То есть внешне это тренер, внутренне это доктор. Каким образом обычно мы можем повлиять на эти вещи? Если тугоподвижность суставов или дисбаланс мышечного тонуса, то это мануальная терапия, массаж и упражнения. Если такие структурные вещи, как разница длины ног, торсия, костей или вальгус или варус, очень часто ситуацию можно поправить ортопедической стелькой со специальной настройкой, которая будет либо изменять длину ног, либо уменьшать вальгус колена, соответственно, улучшать биомеханику такую базовую. Каким образом действовать, если уже случился стресс-прелом? Дело в том, что ваше восстановление будет очень сильно зависеть от того, какая степень стресс-перелома. Их выделяют 4, и они зависят от того, насколько глубоко повреждение прошло в центр кости. Если это легкое повреждение, то вы восстановитесь примерно за 8-12 недель. Если это наиболее тяжелая стадия, то восстановление может длиться до 32 недель. То есть это вообще очень такой может быть длительный процесс. Фактически его можно разбить на несколько стадий восстановления. Первая стадия, когда у вас есть боль в обычной жизни, при обычных нагрузках, при ходьбе, при ходьбе по лестнице. Соответственно, в эту стадию необходимо применять нестероидные противовоспалительные вещества. В эту стадию можно изготовить мягкие стельки для того, чтобы снизить ударную нагрузку на ногу, уменьшить объем ходьбы, полностью убрать бег, прыжки, оставить только безударные виды нагрузок, такие как велосипед или плавание. Соответственно, вторая стадия наступает, когда вы 5 дней уже ничего не чувствуете во время обычной жизни. И начиная со второй стадии, мы приложим табличку, в которой будет прописано, как можно каждый день прибавлять немного ходьбы, немного бега и возвращаться к беговой активности. Это табличка по восстановлению. Что можно сделать медикаментозно? Есть хорошие данные о том, что на этот процесс хорошо влияют большие дозы витамина D. Конечно, желательно сделать изначально анализ на витамин D и посмотреть, нет ли у вас нехватки витамина D. Далее, проконсультируясь с врачом, желательно пропить витамин D в течение 2-3 месяцев в достаточной дозировке для того, чтобы восстановить дефицит и улучшить состояние кости. Часто это как минимум 2-3 недели в дозировке около 10 тысяч международных единиц и далее 1,5-2 месяца в дозировке 5 тысяч международных единиц жирорастворимого витамина D каждый день. Также неплохо работает специальный метод облучения кости ультразвуком, который стимулирует остеобласты, такие клетки, которые строят кость, для того, чтобы они строили кость быстрее. К сожалению, эта методика не очень сильно распространена в России, ее можно найти довольно сложно. Но если вы находитесь где-то в Европе, то, соответственно, можете написать ультразвук для восстановления кости. Обязательно найдете этот метод. Сейчас есть довольно много аппаратов, которые помогают немного ускорить данный процесс. Но самое главное в лечении стресс-перелома – это правильное вхождение в нагрузки и достаточное время для того, чтобы ваша кость восстановилась. Потому что как ведет себя типичный бегун при стресс-переломе? Дело в том, что через 2 недели мы уже практически никак не чувствуем никаких ощущений в ноге. И, естественно, когда вы ничего не чувствуете негативного, хочется вернуться в бег. И мы начинаем чуть-чуть попробовать бег в течение 20 минут. Часто первая тренировка такая 20-30 минутная проходит успешно. И спортсмен думает, что он уже восстановился и начинает резко увеличивать объемы. И опять стартует вся симптоматика. И проблема основная в том, что когда у вас заново началась симптоматика, вы заново отсчитываете эти недели. То есть фактически вы обновляете свою проблему и резко удлиняете реабилитационный процесс. Поэтому очень важно дать достаточно отдыха. И по той программе, которую мы вам показывали на табличке, очень мягко и постепенно входить в тренировочный процесс. Также достаточно важно устранить внешние и внутренние факторы, которые привели вас к этому. То есть обсудить с тренером тренировочные нагрузки, объемы, скоростные моменты. Очень важно обсудить с тренером также ускорение, если у вас есть лишний вес. Потому что если у вас есть лишний вес, то ускорение очень часто будет приводить к стресс-травмам. И также обратиться к специалистам мануальной терапии остопателей для того, чтобы убрать туго-подвижность суставов, наладить баланс мышц. И если у вас есть структурные нарушения, такие как разница длины ног, если такие есть нарушения, как торсия бедра или вальгус варус колен суставов, гиперпронация, обратиться к ортопеду для того, чтобы изготовить специфические беговые стелечки, возможно подпяточники или какие-то другое оборудование, которое будет компенсировать ваши анатомические проблемы. Очень надеюсь, что эта проблема вас обойдет. Если же у вас уже случился стресс-перелом, работайте по нашей схеме. Я желаю вам успехов, удачи. Не забывайте, что стресс-перелом совершенно не лимитирует такие занятия спортом, как велосипед, плавание, даже походы в зал на эллипсе или какие-то работы с небольшими весами. Поэтому не бросайте спорт, обязательно идите по программе восстановления и вы обязательно вернетесь к бегу. Всем пока, с вами был доктор Демченко.